Пятеро выпускников северодвинских школ уже знают, где будут работать после получения высшего образования. В этом году ребята поступили на целевое обучение в Северный Арктический Федеральный Университет. Подобной договоренности с ВУЗом управлению образованием удалось достичь впервые. По окончании обучения выпускники САФУ пополнят педагогические коллективы школ и детских садов города. Нина, выпускница 22-й школы, в этом году поступила в САФУ на факультет иностранных языков. От сокурсников девушка отличается тем, что после окончания пяти лет обучения в университете вернется в родную школу. В госуниверситет Нина поступила по программе целевого обучения. Таких ребят от Северодвинска в этом году пятеро. Там было три направления. И вот одно из них было ИНЯЗ. И на ИНЯЗ только одно место было, по которым я могла пройти. И вот я одна из города попала на это. Ну просто мне позвонили и предложили, что вот есть такой целевой прием. Я подумала, почему бы и нет. Одно место от города. Спустя пять лет, когда ребята придут работать в образовательные учреждения, область поддержит молодых специалистов денежными средствами. Это зависит от содержания подписанных договоров на обучение. Так называемые подъемные сейчас составляют 100 тысяч рублей. В обмен молодой педагог обязан три года работать на одном месте. Договоренности с САФУ Северодвинскому управлению образования удалось добиться впервые. Это поможет постепенно обновить педагогические коллективы. Я не думаю, что они будут расширять целевой прием. Потому что это очень выгодно всем. Но, во-первых, не надо готовить специалистов в пустую и в холостую. То есть в любом случае ученик, наш выпускник, абитуриент, затем студент университета понимает, что через пять лет он придет, у него будет место работы. Зачислено на первый курс по целевому приему 96 человек. В том числе в головном вузе в Архангельске 60 человек, в Северодвинске 28 и в Коряжме в филиале 8 человек. В целом в САФУ учится 691 целевик. И уже в этом году коллективы северодвинских школ пополнят 19 молодых специалистов. Важно отмечают в управлении образования города, что двое из них мужчины. Одного примет на работу физруком 6-я школа, другого учителем информатики 24-я. В управлении образования обещают, на следующий год мест на целевое обучение от города будет гораздо больше. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.